Привет всем! Привет от пресс-клуба, привет от меня, от Юлии Слуцкой. Коротко напоминаю, что у нас новый сезон, новые правила, поэтому начинаем мы вовремя. Кофе The Donation — это еще одно правило этого сезона. И передаю этот микрофон нашей замечательной журналистке Алене Талалаевой, новой ведущей «Открытых летучек». Здравствуйте! У нас сегодня первая в новом сезоне «Открытая летучка». Это такой формат, когда мы приглашаем редакции рассказать о том, как они работают, что они делают, зачем они делают, с какими трудностями сталкиваются, как с ними борются, и чем они отличаются от всех остальных. Сегодня у нас в гостях Куку.орг. Главный редактор Настя Рогатко, директор Саша Романова и целая куча журналистов, которых они представят. Всем добрый вечер! Очень приятно видеть вас. Меня зовут Саша Романова. Я директор Минт-Медиа, такого образования, которое похоже несколько на издательский дом, который включает в себя в данный момент два средства массовой информации. Это Куку.орг и The Village.me. Сегодня мы будем говорить про Куку.орг. Когда мы готовились к этой летучке, мы хотели провести планерку. Такую планерку, которая проходит у нас каждую неделю по понедельникам в 12 часов. То есть собрать журналистов, кто дойдет, и немножечко заняться самым любимым нашим делом. Это брейншторминг, креатив, обсуждение конкретных тем, конкретных новостей и мысли о том, как из этого сделать клевую публикацию. Но в пресс-клубе нам сказали, что 10 микрофонов у них нет, и планерка сорвалась. Тогда мы придумали еще один ход, нестандартный. Мы решили, что мы будем задавать залу вопросы. Например, вот поднимите руки люди, которые смотрят порно. То есть история с вопросами не была такой безнадежной, как нам показалось. Но глядя в ваши светлые лица, очень сложно говорить гадости и делать гадости. Поэтому мы пойдем по самому простому и стандартному пути. Мы расскажем о себе. Настя Рогатко получит опыт публичных выступлений. Она подготовила презентацию, которую покажет вам. Может быть, нужно сказать самое главное, что сайт Кукуоркс существует. Или все и так знают. Информация, которую все и так знают. Сайт Кукуоркс существует с 2010 года. В 2013 году был ребрендинг, редизайн, и мы запустились в новом формате. Тогда же я пришла в редакцию. И получается, что 4 года мы существовали, набирали трафик, набирали читателей. И все было прекрасно, кроме 5 несчастных дней закрытия из-за 4 текстов, это случилось в 2014-м, по-моему, или 2015-м. В 2015-м. В 2015-м. То есть нас не было ровно 5 дней, но в итоге пиар, который возник вокруг, и шум вокруг того, что за что-то закрывают сайт, не который Спайси продает, а который, в принципе, там иллюстрирует новости деловые статьями с голыми женщинами, и выглядит розовенько и радостно. Его вдруг закрывают, как самый жестокий оппозиционный ресурс. Вот этот шум нам позволил увеличить количество читателей. Многие узнали о нас первый раз и остались. Ну и, соответственно, сейчас у нас сколько у нас сейчас трафик в день? В день где-то 20? Будний день — это 15-25 тысяч пользователей. Нет, просмотров. Если, ну, зависит, конечно, от того, ставим мы тексты про литературу или про секс, это все очень сильно варьирует наш трафик. На выходных из-за того, что один текст — это порядка, ну, 12-20 тысяч просмотров. Ну, то есть, да, мне тоже так кажется. Ну, собственно, давай уже презентацию свою. Мы решили сделать немного, ну, не так, как делают, мне кажется, многие. Мы не любим очень много-много говорить, поэтому мы решили сделать очень кратенько, чтобы вы потом просто все вопросы, которые у вас есть, задали нам, мы на них ответим. Вот это вот висит на слайде уже очень долго, поэтому, мне кажется, вы все и так знаете, что Ку-Ку — это журнал мнений, и пишем мы, в принципе, о том, о чем говорят наши главные рубрики. Это теперь уже, кстати, у нас поменялся рубрикатор. Теперь рубрика «Жизнь» стала рубрикой «Боль», рубрика «Бизнес» стала рубрикой «Деньги», культура стала культом, секс остался, проекты остались. Что еще? Места, места остались. Дальше. Герои появились. Самое главное, ради чего мы делаем сайт, это делать конкретных людей с конкретными именами, фамилиями, фотографиями героями нашего времени. И мы эту рубрику уничтожили, потом плакали долгое время. На редизайне уничтожили, но сейчас вернули. Сейчас вернули героев, да. Ну и «Жизнь, боль» — это просто давно хотелось. Еще была рубрика «Дичь», но она не влезла в раскладочку сверху. Еще мы хотели сделать рубрику «Будущее», но отказались от нее. Мне кажется, это тоже о чем-то говорит. Сейчас мы расскажем о том, кто это все делает. Тут надо оговориться, что Ку-Ку существует только за счет рекламы, которую мы продаем, поэтому у нас нет огромного штаба. Так что мы сидели в огромном open space, и там было 15 журналистов, 4 редактора новостей и так далее. Мы делаем это тремя штатными журналистами. Я бы даже сказала иногда их два с половиной. Одним редактором, одним директором. У нас три менеджера по рекламе. Билд-редактор, который по совместительству и фотограф, и разнорабочий, и журналист, и поправь-внеси правку и так далее и тому подобное. СММщик и программист. Я хочу вам показать просто, чтобы вы видели не только нас с Сашей. Вот у нас, например, поголовно пойдем. Лена Савчук, поднимайся, показывайся. Это наш менеджер по рекламе. Она одевается в корпоративный цвет. Видите, она патриот. Следующий человек — это Яна Канашук. Это тоже менеджер по рекламе. Яна — главный менеджер по рекламе. Только за счет Яны мы, мне кажется… Получаем зарплату. Получаем зарплату. Яна, сейчас не плачь. Дальше у нас сидит журналист Маша Войтович. Машу знают. Я вам расскажу немного про Машу. Маша — это человек, который сам шутит, что она пишет только про алкоголь, наркотики и что еще. Но на самом деле Маша делает очень серьезные темы, социальные в основном. И последний, конечно, такой текст. Что у нас было? У нас было интервью с патологоанатомом. Можете почитать, если вы еще не читали. Дальше у нас сидит самый рыжий в мире билд-редактор Влад Рубанов. Влад — это уникальный в своем образе человек, потому что билд-редактором, который ставит все вот эти розовые картинки и подбирает смешные фоточки, пришел к нам просто после того, как он был фотокором на куропатах. То есть это тоже человек такой больше социальной тематики. Владу, мне кажется, поначалу было очень непросто, но он справляется. Пока еще не успевает спать, но мы придем к успеху. Дальше. Перебью. Обратите внимание, что Влад — единственный человек, который сидит с компьютером прямо здесь. Он сейчас его откроет и начнет верстать какой-нибудь текст 100%. Дальше. Дима Качан — это наш журналист тоже. Кто-то в комментариях, не знаю, есть ли эти люди здесь, спрашивал. Дима Качан — это альтер-эго Иры Михно, второго нашего журналиста. Но нет, вот Дима, он так выглядит, он реально существует. Дальше. Ира Михно. Ира — это человек, который, наверное, пишет больше всех текстов. Тоже в комментариях спрашивают, человек ты или киборг, да? Но это тоже человек. Про кого еще сказать? Оля Родионова. Оля, покажись. Оля — звезда. Олю, видимо, представлять не надо. Это тоже наш журналист. Это человек, благодаря которому у нас в том числе появилась шикарная колонка про эйджизм, с которой половина людей вообще не согласились, но она есть. И что я, что Оля — это яркие подтверждения. И вообще реакция на меня и на Олю на этом сайте — яркое подтверждение существования проблемы эйджизма. Почему? Ну, потому что Оля написала со своей колокольни возраста. А какие мы комментарии получаем? Что Саша, забери у Насти сайт и делай его, потому что не давай этой малолетке руководить процессом. Аня Златковская. Наш колумнист. В первую очередь колумнист. Она делает тексты, она делает интервью. Аня очень хочет расти над собой. У нее это получается. Это ее тексты. Вы одиноки, потому что дуры. Нам не нужен парад вне зависимости от свободы. Все это Аня. И мы очень рады, что тут вот Маша. Это Маша, человек, который… Привет, покажись нам. Маша Хромцевич. Она работала с нами, менеджером по рекламе, но потом уехала от нас в круиз. В общем, решила сделать такой дауншифтинг и заработать на нем. Мы Машу не осуждаем, но очень зовем назад. Кстати, с Маши началась вот эта история о том, что СМИ в Белоруссии, в Минске может прекрасно зарабатывать на себя, на жизнь. То есть у нас был декабрь прошлого года, жуткий страшный месяц, когда выходило по 2-3 рекламных текста в день. И мы закрыли все долги. Ну, один, два. Три. Нет, три не было, да. Ну, два. Все равно это много. Мы закрыли все долги, мы поняли, что сама вот эта история с большим количеством нативной рекламы. А, очень боялись, что посмотрим на результаты месяца и увидим падение читательского интереса. А мы увидели рост читательского интереса. То есть такое чувство, когда появляются какие-то нативные проекты, подписанные определенными брендами, больше людей заходит. Не знаю, написать в комментариях, что опять вы гоните джинсу. Я не знаю, почему так происходит, но это есть. И вот этот показательный, в принципе, когда я решила менять должность и давать молодым дорогу, вот, рогатко руководить контентом, а сама заниматься бизнесом, вот, решающим моментом был тот декабрь и та работа Маши, которая была проделана и которая дала понять, что все возможно. Вот поэтому мы, да. Если она после этого не вернется, после такого спича, очень хотелось бы, чтобы она… Неловко, да, Маша? Давайте дальше. Как сайт выглядит на самом деле? Мы тут расскажем тоже немножечко нестандартно. Я надеюсь, вы оцените эту концептуальность. Ну или хотя бы поймете. Я сама не очень понимаю. Я вам объясню. Отказалась она переделывать. Как его видит сотрудник редакции? То есть я вам сейчас… сейчас будет небольшое изменение в этой главной странице. Вот вы примерно видите, да, какие сейчас тексты. Учись у Киева, как построить модный арт-хаб, надо меньше понтов, больше дел, чем занимаются белорусские оппозиционеры. В кафе люди сидят, ну это неважно, бесит, что телологию приравняли к научной дисциплине. Науч-поп-блогер рассказывает. И шесть гаджетов, которые помогут не потерять ребенка. И там вот у нас есть вкладочка популярная, где, соответственно, самые популярные наши тексты. А теперь смотрите, как видит сайт сотрудник редакции. Первый текст про старушек, он называется так. Где-то что-то сделали хорошо, нам обязательно нужно про это написать, потому что нам нравится рассказывать, когда где-то что-то хорошо. Шесть гаджетов превращается в полезный текст, который мало кто прочитает. К сожалению, такое есть. И к этому типу материалов мы относим все тексты почти в рубрике «Культура», которые, конечно же, не читаются так, как тексты в рубрике «Секс», но мы от этого не перестанем их писать, поэтому читайте, смиритесь. Текст про блогера называется примерно так «Блогер, не Влад Бумага», потому что, кстати говоря, этот блогер очень похож на него, только в отличие от Влада Бумаги, это уникальная история. Парень решил… Ему даже предлагали сотрудничествовать. И ребята, которые раскручивают Влада Бумагу, он отказался, потому что я хочу делать свой научпоп, я идейный. А таких людей мы очень любим, мы очень любим про них рассказывать. Для них и существует рубрика «Герои». Вот. Текст про оппозицию. Сделали текст, потому что сами не понимаем, чем они занимаются. Это реально так. Текст этот рождался примерно так. Маша пришла, Войтович, на планерку, и мы стали обсуждать. Слушай, а чем они… Что они реально делают? Как выглядит их обычный рабочий день? Вот. Ну и мы решили позвонить им и у них спросить. И вот там вот выделено в популярном. Смотрите, популярное. Когда в популярном только два текста про секс. «Герои» — это достижение. Это значит, что мы все сделали правильно. Это значит, что мы смогли написать тексты, которые вырвутся вперед вообще. И, кстати говоря, мы сегодня заметили, это из разряда «Хлеба и зрелищ» в топ-5 популярных текстов сейчас. «Смерть» — это повод для жизни. Мы то, что мы пьем. Третий текст, по-моему, «Моя идеальная любовница». Потом идет «Депрессивных легко любить, они удобны». А потом идет текст «Белорусский Илон Маск» про интервью с 20-летним айтишником, который живет в Бресте и который просто невероятно умен для своего возраста. Ну вот. Это, в принципе, все, что надо знать о нашем, наверное, читателе. Теперь мы перейдем к тому, как наш сайт видит рекламодатель. Это уже немножко другой скриншот с сайта. Вот смотрите. Если мы публикуем тест, потом к нам приходит рекламодатель и говорит, ой, классно, давайте мы тоже сделаем тест. И неважно, какая там тематика рекламы и так далее, и так далее. Вот два текста в рубрике «Проекты». Ну, собственно, это реклама, которую надо было сделать нам. Люди так это видят. И реклама конкурента тоже. И реклама конкурента часто меняется с рекламой, которую надо было сделать нам. Это примерно одного порядка вещи. И вот тут авторская колонка помечена. Нам тоже нужны опинин-лидеры, и желательно бесплатно. Потому что сделайте, пожалуйста, материал с опросом каких-нибудь известных людей. Они же интереснее. Но обязательно возьмите опинин-лидеров. И желательно, чтобы им не пришлось за это платить. Кстати говоря, на этом слайде давай скажем вообще про нативку, про то, почему это не джинса и с кем мы не работаем. Эти вопросы мы их озвучиваем, потому что нам задавали их в комментариях. Нативка не джинса. Джинса — это понятие, которое родилось в 90-е. Так называли тексты, которые стыдливо пропихивали пальчиком читателю некую услугу под видом редакционного контента. Нативная реклама сразу, с самого начала, сразу с Лида заявляет. Здравствуйте, я нативная реклама. Мы сделали ее совместно с таким-то брендом. Если бы не было этого бренда, то не было бы этой статьи. Соответственно, задача Ку-Ку — так исхитриться и сделать, и так выкрутиться, чтобы рекламные статьи были интереснее и круче контента. Потому что ты как-то берешь деньги у людей. Но ты должен им дать то, что обрадует их, б тебя, б читателя. Ну, ты не можешь врать, ты должен очень… Мы тратим огромное количество времени на выдумывание идей. То есть это может длиться часами. Это может длиться месяцами. Нет, ну мы не такие неповоротливые. Утверждение идей. Ну да, утверждение — это отдельная боль. Но задача исхитриться — сделать так, чтобы нативная статья стала реальным редакционным контентом. Есть какие-то шаблоны, которые всегда работают. Мы их используем. Но высший пилотаж — это придумать что-то новое и интересное. И отправить журналиста туда, куда он сам мечтал всегда сходить. Но вот с этим брендом вместе Дима улыбается, он скоро пойдет. Я не буду говорить, куда. Но без этого бренда журналисты — люди ленивые. Это нормально. И, ну как бы, чем сидеть и делать новости, не вставая с дивана, — это мечта просто профессии. Или выдумывать колонки из головы. Нативная реклама в том числе оздоравливает, с моей точки зрения, журналистику тем, что ты действительно придумываешь хорошие репортажи, какие-то посещения чего-то, какие-то поездки сумасшедшие куда-то. Вот этого всего я, к сожалению, в презентации нету картинки, чтобы показать вам, что я имею в виду. Но в нативной рекламе есть очень много кайфа, если чуть-чуть посмотреть на вещи под другим углом. То есть не воспринимать ее в лоб. Да и потом, смотрите, мы там все пользуемся какой-то продукцией чего-то там. Ну, я там с айфоном хожу. Там туфли какие-то, штаны, шуба, манго. То есть я не стесняюсь, я не спарываю этикетки с вещей для того, чтобы никто, не дай бог, не понял, в каком магазине я купила их. Помоги мне, что я имела в виду? Ты имела в виду, что это нормально говорить, благодаря чему мы что-то вообще делаем, носим, разговариваем. И это нормально показывать людям, что, ну, я не знаю, почему, условно говоря, если у вас есть какой-то тест на сайте, почему этот тест не может выйти за деньги какого-то рекламодателя, и при этом он не потеряет от этого ничего. Мы не будем там писать, что, знаете, вы пьете самый вкусный напиток в вашей жизни, стоять вот такие вот, ставить фотографии. Нет, это будет такой же контент максимально, мы, по крайней мере, к этому очень стремимся, но просто там будет стоять логотип. Ну, вроде того, да. Ну, то есть есть, например, пример телевидения, которые, например, они берут у человека интервью и замазывают его должность, ну, или не спрашивают, вот просто там блогер, там, да, там… Вейпер. Саша Романова вейпер, ну, вот какие-то вещи. То есть, ну, для того, чтобы не делать вот эту бесплатную рекламу. А мы и до того, как мы вот поставили на поток нашу вот эту нативную всю историю, мы постоянно прописывали бренды, там, какие-то названия, там, кафе, вещей, там, там, Zara, не Zara. Мы делали это и так. То есть в этом нет ничего стыдного или паскудного. Это прекрасно, что есть… Мы не рекламируем… Ну, нельзя так сказать, что мы такие пуристы и прямо отказываемся от чужих денег, если нам дико не нравится эта фирма. Но были такие примеры, когда, да, мы отказывали рекламодателям, потому что мы не согласны, нам этот продукт лично не нравится. Но мы стараемся найти хорошее. Или, например, если бренд странный, мы не знаем, как… Мы предлагаем совершенно сумасшедшую безумную идею. И есть некоторые рекламодатели, которые соглашаются на безумие. И тогда мы счастливы, тогда этот текст получается… Вот пример вспомни. Того, на что мы удивились, что согласились. Ну, кроме желе, которое отказалось в итоге. Нет, ну, например, Рокза Бобров согласился на написание абсолютно безумного гайда о том, как… Ну, вредные советы, как не надо себя вести. На самом деле на всех опен-эйрах это из разряда «накуритесь в толпе», разливайте на всех вот все, что у вас в стаканах, просто когда вы пляшете там. И они утвердили эту идею и не внесли в текст ни единой правки. Мы очень сильно удивились, очень сильно им были благодарны. Или, например, когда достаточно премиальный концепт-стор мебельный соглашается на тест «какая ты мебель». Ну, то есть абсолютно бредовый. Может быть, им кажется, что это не для их целевой аудитории вообще, но в итоге они понимают, что фидбэк очень хороший у этого материала был. Для них, даже… Ну, для нас тоже, но для них в первую очередь. Они это понимают и потом, ну, не боятся делать эту же рекламу где-то в другом месте. Ну, или мой любимый пример, как Макдональдс пришел с идеей, а давайте вы посадите ваших редакторов, вот Настю Рогатко, Женю Сугатко, это главред «Виллэдж ми», и ты сама сядешь, то есть я. Будете сидеть на своей прекрасной «Вандалруф», есть эту еду из Макдональдса и обсуждать мужиков. Ну, мы сразу согласились. И мы знаем, что этот материал очень многим не понравился, кстати говоря, но точно так же вам мог не понравиться любой редакционный материал, согласитесь. Тут вообще неважно присутствие бренда. Да, и к идее того, что без бренда ты это никогда не сделаешь, мы бы сроду не сели на крыше и не начали обсуждать мужиков. Этого бы просто не произошло. Я бы сказала, мы бы не ели еду из Макдональдса. Мы бы вообще не делали ничего, да. То есть это кто историю, что бренд заставляет тебя мозгами шевелить и придумывать что-то, что и прочитают, и чтобы тебе было не стыдно, и чтобы твоя редакция не умирала от голода. На самом деле получать зарплату каждый месяц — это круто. О, да. Давайте дальше. Если еще будут какие-то вопросы, мы потом ответим. Ну и главное, как видит сайт-читатель, это вообще отдельный мир. Вот рубрика «Боль» — это превращается в смешная рубрика. Когда вышел текст, кстати говоря, про оппозиционеров, в комментариях очень люди заметили, что смешно, что это в рубрике «Боль». Правда, теперь есть такой вопрос, скажем так. Так, вот тексты, которые шли раньше в рубрику «Жизнь», приходится ввести в какие-то другие, потому что они не всегда про боль. Понимаете, они все-таки про жизнь. Рубрика «Секс» — это чаще всего рубрика, из-за которой я читаю сайт. Понимаете, я не хочу принижать абсолютно никоим образом наших читателей. Я, ну, люблю их и обожаю, вас. Но если смотреть тепловую карту, ку-ку, и вот угадайте, какое пятно на сайте ярко-ярко оранжевое. Это рубрика «Секс», это вот и вкладка «Популярная». Все остальное, оно уже варьируется желтеньким, зелененьким и так далее. Вот колонка, например, которая замазана, колонка, с которой я не согласен. Естественно, когда появляется, ну, какой-то колумнист, который выражает свое мнение, ну, это лишний повод просто зайти, почитать мнение, с которым ты не согласен, написать потом еще одно свое, прислать на почту редактору, и, возможно, даже это потом будет опубликовано, если вас хватило реально на серьезный ответ. У нас такое случалось, у нас бывают периодически такие сериалы. Сайты, ой, тексты. Мне 28, я сплю только с мужчинами, которые старше 50. И текст про патологоанатома чаще всего в комментариях собирают вопросы, где вы берете таких персонажей. Я очень ценю авторов Куку именно за то, что они просто приходят и говорят, а знаешь, у меня тут вот есть знакомая, а у меня тут есть друг. Или просто, ну, вот девочка патологоанатом была найдена из Твиттера. Благодаря Антону Матолько. Спасибо, Антон. Да. Ну, а где вы… Так, ну, а мне 28 и так далее тоже. Этого человека, на самом деле, несложно найти. Такие люди есть. Текст, даже если официально уйдем от плановых проверок, они все равно будут новые правила контроля бизнеса. Тут такая история, что даже если я не понимаю, о чем этот текст, можно всегда прийти и поругаться в комментариях, и сказать, что ты умнее, чем все вместе взятые. И причем мы иногда поражаемся. Мы понимаем, что наши комментаторы порой умнее нас. И, кстати говоря, иногда из этого всего рождаются новые темы. Из их обсуждений. А, ну вот и новости. Новости, которые появляются спустя полгода, так нам пишут в комментариях. Но тут тоже надо объяснить, что мы все-таки не Тутбай. Мы не ставим себе первозадачей писать новости как только, так сразу. У нас нет ночной смены для новостников. И мы просто стараемся максимально быстро, насколько это возможно. Вы видели, я уже рассказывала, какой у нас штат. Поэтому мы их просто пишем, новости, которые важные, которые про этот город, про эту страну. Либо они очень смешные, либо они реально важные. И вот у нас там стоял баннер. Это баннер текста Village. И да, это типа опять реклама The Village. И всех это якобы раздражает. Но на самом деле мы очень дружим, и мы друг друга любим. И почему бы не порекламить? На этом официальная часть закончена. Я просто вас призываю к тому, что если у вас есть еще какие-то вопросы, которые вы сегодня не зададите, темы для текстов, персонажей для интервью, и вообще что бы то ни было, присылайте на эту почту. Я не будет больно, но Яна все это мне переправит. И мы обязательно на это будем читать и отвечать. На этом презентация все. Поэтому будет круто, если вы будете задавать вопросы. Большая просьба. Мы сейчас записываем на видео. И если у вас есть вопрос, вы поднимайте руку. Мы будем подходить и передавать микрофон, чтобы ваш вопрос остался в вечности. И называйте свое имя, где вы работаете или учитесь. Александр, скажите, пожалуйста, какую за все время вашей деятельности, какую статью больше всего прочитали? О чем она была и сколько просмотров было? Нам признаться? Нет, на самом деле, каждый год в январе, когда проходит праздничное похмелье, я сажусь и отсматриваю весь предыдущий год на предмет статей, которые набрали больше всего просмотров. И этот текст выходит где-то числа 16-го, 18-го. Он называется «Тексты, которые бьют рекорды просмотров». Их обычно 20. То есть на самом деле, вот Аня, когда она еще на БТ работала, Златковская, которая, в 2014 году, это, кстати, тоже новогодняя история, она прислала… Человек работает на БТ, в сетку ставят фильмы художественные. И что-то у человека возникает желание написать текст «Бестактность наших дней», немножечко сумбурная. Она отправляет меня в почту. А в Новый год вообще никто работать не хочет. И ставит тебе нечего. Ты редактор, а тебе тоже хочется праздновать. Но я посмотрела, ну что-то в этом есть. Запустим. И вдруг приходит миллион читателей на сайт. Вот на этот текст. То есть он попадает в российские агрегаторы. Но это, скорее всего, потому что его писательница Марты Китро перепощивает у себя в Фейсбуке, где много подписчиков. Появляется аудиоверсия этой статьи «Бестактность наших дней», которая начитана голосом узбекской женщины на русском с таким диким акцентом. Очень смешно. Несколько раз его перепощивает Адми, и к нам приходят лишние 20 тысяч этих пользователей. Вот это был первый. Но это не значит, что он был единственным. Там потом еще были взрывные трафикогонные материалы. Но вот это был первый раз, когда мы поняли, что мы можем генерить какой-то совершенно дикий трафик. Вот так. А, ну и буквально сегодня Яна занималась анализом гемиус статистик и сказала, что знаете, какой текст у нас в безусловных лидерах находится? Как? Так сама рассказывай. Это не текст в безусловных лидерах. Это если смотреть самые популярные поисковые фразы, с которых к нам приходят. Сейчас это… Ну вот топ-3 я назову снизу. Это Вишнория, это Беловежская пуща мальчик пропавший, и это порно-актрисы. Объясню. В 2014 году внештатный автор, который, по-моему, больше ничего на сайт не написал, написал текст, который назывался «12 самых красивых порно-актрис». Я почти уверена, что процент отказов, вот когда люди из Гугла приходят на этот текст, он очень велик, но люди реально перманентно просто приходят, и там, учитывая то, что наш счетчик обнулялся уже раза два, там до сих пор под 400 тысяч просмотров, и вот они капают, капают, капают. Вот. Это тоже очень популярный текст. Да, этой статьи. Всем доброго вечера. Я здесь, Вадим Можейко. Хотел поговорить про нативку. Я буквально вчера видел, по-моему, просто взрыв для нашего рынка нативки. Нативка на нашей Ниве, где вот этот предприниматель, гений, махинатор Игорь Юницкий, который строил струнный транспорт, была статья про его репрессированных прадедов, проплаченная самим Юницким. Поэтому, когда заговорили о том, что есть нативка, которую мы не возьмем, я сразу понял, что я хочу спросить, возьмете ли вы нативку Юницкого, и какую нативку не возьмете. А Юницкий нам сам не даст. Знаете почему? Потому что пару лет назад, когда Свердлов работал у нас, Паша Свердлов работал заместителем главного редактора, он написал текст про лохотроны. Ну, как бы, зная Паш, он очень профессионально обходит все эти скользкие моменты, которые заставляют кого-то сразу подавать в суд. Но Юницкий, он же не просто. Он все равно после этого стал слать какие-то письма, разбирательства. Мы там чего-то приглушили еще сильнее в этом тексте, оставив, впрочем, информацию. И я думаю, что он просто не… Ну, как бы… Нет, это нереальная история. Так просто не бывает. Поэтому этот персонаж, мы с ним уже сталкивались, и совершенно по другому поводу. А, что мы не будем брать? Кого? А я не знаю, что мы не будем брать. На самом деле, вот кроме каких-то лохотронных штуковин, ну, вот, кроме лохотронов, вещей, которые вред со здоровью приносят. И, ну, вот, то, что ты, как бы, вот мозгом расцениваешь, анализируешь какую-то идею, и считаешь, например, что… Мы вообще любим чистый бизнес. Вот люди стараются, делают что-то красивое, прекрасное, очень сильно стараются. И это же видно. Ну, ты общаешься с ними, они к своему продукту трепетно относятся, там, каждые запятые высчитывают. Ты это замечаешь? Ну, и как бы… Ну, обычно больше таких ситуаций. Очень мало… Очень мало историй, когда ты просто вот там у тебя какой-то расстрельный список, и ты вычеркиваешь, с этим я не буду иметь дела, с этим не буду иметь дела. Все происходит по-другому. Просто приходит конкретный человек с конкретным продуктом. Я хочу вот это вот… Рассказать вот об этом. Или вот как… Давайте, придумайте мне, как, чтобы не писать джинсу, то есть не рассказывать про продукт вообще, но чтобы это было классно, весело там и реформовалось со словом скорость или радость, или комфорт. Вот, ну, такие истории в основном происходят. Поэтому, может, есть у тебя… Не, на самом деле просто, когда эти запросы поступают, мы их не помним, кому мы отказывали, но такое уже было. Я вот пыталась вспомнить, не могу. Казино. Мы отказывали казино, ну, потому что… Да, 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 да. Ну, да, мы отказывали казино, потому что, ну, это как-то не вяжется, мне кажется. Ну, по крайней мере, для нас не вяжется, мы не хотим, чтобы вязалось и у читателя. А тут такой вопрос. Ну, однажды я проснулась, а у нас сайт был забрендирован кошачьим кормом. Вот у нас было такое огромное брендирование, и там были пакеты кошачьего корма. И я просто… Мы сейчас будем работать с примерно такой же компанией, которая будем там что-то делать про кошек, про собак. Мы будем просто делать без такого брендирования. И когда это чуть-чуть иначе подается, когда придумываешь, как бы это сделать так, чтобы всем дурно не становилось, оно работает все равно. Спасибо. Можно следующий вопрос? Юлия Слуцкая, пресс-клуб. У меня простой вопрос и сложно. Что изменилось в работе вашей редакции? С тех пор, как вы из просто журнала стали холдингом, когда вместе пришла к вам франшиза, когда вы уже не просто Куку Орг, а часть холдинга, когда есть The Village. Это первый вопрос. Я так понимаю, что к вам пришли технологии, в том числе вот из разговора с Аметовым мы поняли, что это сетка системы управления редакцией, как это повлияло, что изменилось. И последний вопрос – это каким вы видите будущее. Ку-ку, например, через пять лет? Смотрите, ку-ку ничего не пришло. Ку-ку… То есть это на ку-ку вообще никак не отразилось, да? Нет, ну сетка, понятное дело, нет. То есть мы работаем сами, то есть в моей жизни ничего от этого не изменилось. А дальше Саша уже скажет. Ты сказала сама, потому что боялась, что я скажу что-то иное. Нет, на самом деле да, то есть это настолько разные проекты, мы даже находимся территориально в разных местах. Вот, кстати, Женя пришла очень приятно на нашу планерку. Это главный редактор The Village. Это разные проекты и не могло… Ну, ку-ку… Знаете, что хорошего может быть? То есть мы можем получить доступ к знаниям. Ну, то есть улучшать… Вот с моральной точки зрения, с точки зрения там знаний. Ты смотришь, как делается там, как делает Лэм. Ты смотришь их гайды, ты смотришь их какие-то медиакиты. И это развивает тебя. Чтобы… Ну, мы даже разводили темы, мы даже убирали некоторые темы, меняли рубрики. Там, да, не может быть рубрики, которая одинаково называется «Бизнес» и на ку-ку, и на виллэдж. Именно поэтому вот здесь эта теперь рубрика называется «Деньги». То есть максимальная задача холдинга, холдинга, так громко звучит, сделать проекты, которые будут взаимодополняемые, и то, что будет на одном, того не будет на другом сайте. Иначе это просто глупо. Ну, делать одинаково и конкурировать, это тоже глупо. Ну, наша задача просто делать несколько сайтов, что не касается редакции ку-ку, которая здесь находится. Ну, как не касается? У нас есть совместные праздники. Водим хороводы, поем песни. Ну, вот в частности, в пятницу мы выпили ящик просека совместно. Ну, собственно, то есть вот такой ответ на вопрос. А третий… Что-что? Нет. Нет, на самом деле мы ящик просека пили не за Ананич, а мы пили за то, что… А мы его пили за то, что Виллыч наконец-то становится практически самоокупаемым проектом, что огромная сослуга, опять-таки, вот Яны, которая, вот Лены, маркетологов, которые здесь тоже находятся, ну, и Женя, которая на самом деле очень гибкая и адекватная. Вот, и профессиональная. Ну, то есть вот мы праздновали вот такой момент. Через пять лет. А, ку-ку через пять лет. Я надеюсь, что он, в принципе, будет. Ну, потому что он классный. Мне нравится, что история, когда ты просто начинаешь хулиганить, сделать то, что тебе лично нравится. Мы же начинали у нас первые годы два или три просто с матерной… Мы печатали просто все, как есть, живая речь с матными словами. И нас просто перло, нам нравилось то, что мы делаем, и вдруг каким-то образом это превращается в такую большую, серьезную историю, там нас называют крупным порталом. Вот это классно. Ну, и понятно, что хочется, чтобы он стал там, не знаю, еще крупнее раз в пять, через пять лет. Ну, в год по разу. Ну, и таким образом… То есть какая основная идея ку-ку? Основная идея ку-ку в том, что это типичная СМИ, которая делает… делают люди, которым очень нравится то, чем они занимаются. Ну, типичная и независимая ни от кого. Вот как сами придумали, вот как Настя хочет, у нее куча свободы, ей каждый должен завидовать, 23 года. Вот хочет она сделать текст. Ну, как бы… Да, работать нужно много, и нужно учиться, постоянно совершенствоваться. Но это же прекрасно, когда существует такое место, где людей… ну, где людям дают выразиться, где они делают… Им нелегко, наши дни не похожи просто все время на то, что мы шутим шутехи и гогочим, на самом деле похожи. То есть продукт все равно постоянно создается, да, журналисты пишут там, не спят ночами, это все не так просто. Вот, но сам дух, он достаточно демократичный, и вот это хотелось бы сохранить, ну, и развивать, распоусюдживать. На самом деле, если кто-то из вас читает наш телеграм-канал, то в нем очень так характерно видно, как мы работаем, потому что это примерно такое… Давайте обновим телеграм. Яна, почему ты не обновляешь телеграм? Кстати, Яна ведет телеграм. И при том… Ну, потом в какой-то момент все такие… Так, надо работать, да. Два часа, потом сплошного молчания, потом снова начинаются какие-то обсуждения, какие-то давайте придумаем темы. То есть это такой упорядоченный хаос. И его пока что сложно упорядочивать. И вот через пять лет, я надеюсь, он станет более структурированным таким просто. То есть мы привыкнем, наверное, ну, станем роботами, киборгами, я не знаю, мы привыкнем вообще не спать. Тогда у нас будет еще больше трафика, еще больше текстов и еще больше всего. Но нам просто надо расти количественно и, ну, подтягивать качество. Я, конечно, надеюсь, что через пять лет у нас будет редизайн, потому что этот сайт уже будет не актуален просто к тому моменту. Пораньше? Нет, я имею в виду в течение. Слушай, я хочу завтра. Давай завтра. Вот. Собственно, ну, как-то так. Перед тем, как зададут следующий вопрос, я хочу вас попросить, поднимайте руки заранее, чтобы мы могли какую-то очередь устроить. И не забывайте представляться, где вы работаете, где учитесь. Добрый вечер. Я учусь на последнем курсе журфака и работаю в интерфаксе. Вероника, можно просто Ника? У меня такой вопрос. Я учусь на печатных СМИ, и мне просто интересно. Если бы вдруг исчез интернет, ну, представим такую ситуацию, по сути, вы бы остались без работы, да, без вашей площадки. И что бы вы предприняли? Перешли бы в печатную версию или что-то вроде того? Влад уже шутит, что он бы поспал. Но на самом деле, я не просто так отучилась на веб-журналиста, на журфаке. Я ни разу вообще не пожалела о том, что пошла туда. Мне бы очень не хотелось работать с печатью. Ну, вот правда, у меня душа не лежит. Уточняющий вопрос. Интернет исчезнет только в Беларуси или во всем мире? Во всем мире, везде? Как зомби-апокалипсис такой? Если интернет исчезнет во всем мире, это будет напоминать фильм «Интерстеллар». Просто останутся только фермеры, и все. И, скорее всего, все люди, которые сейчас работают в интернете, не смогут сделать ровным счетом ничего и умрут первыми. Поэтому сильно заморачиваться не надо. Надо будет просто наслаждаться остатками жизни. Все. Так, привет. Да, меня зовут Аня. Сейчас я работаю редактором нативной рекламы на Тутбайе. Вот, раньше я работала на Ку-Ку. Вопрос даже, ну, не знаю, наверное, не к редакции Ку-Ку, а как к бывшим коллегам, как к людям, наверное, с которыми я дружу, даже назовем так. Так, вот мне кажется… Хорошо, что вы вспомнили нативную рекламу с Макдональдсом, потому что она у меня вызвала большой какой-то бум. Не кажется ли вам, что это как раз-таки тот контент, который бы не появился благодаря бренду, и который лучше бы не появлялся благодаря бренду? То есть, ну, не всегда нужно брать деньги за какие-то материалы, или нужно придумывать такой материал, который вот не вызывал бы такого, о боже, почему он появился? Это первый вопрос, еще будет второй потом. Так себе ты с нами дружишь. На самом деле, я уже говорила про этот текст, про него не зря сказала. Мне абсолютно за него не стыдно, и я не считаю, что этот текст… Ну, скорее всего, да, мы не сели бы именно вот так вот втроем, именно на крыше, именно разговаривать. Но на Куку появляются подобные колонки, на Куку появляются подобные тексты. Ничего в этом странного не вижу, правда, в этом материале. Может быть, если ты приведешь какие-то другие примеры текстов, которые лично у тебя вызывают какое-то отторжение, ну, тебе нравится этот текст? Да, мне нравится этот текст, и мне совершенно не стыдно. Мне нравится смелость, да, мне нравится любая сумасшедшая вещь, которой раньше не было. И вот она появляется, она не такая, как все, и она вызывает реакцию от негатива до восторга полного. Вот и все. А этот текст, он попадает в эти странные, неоднозначные вещи. Очень неприкольно жить просто в сером мире, где ничего не меняется. То есть хочется позволять себе хулиганство, и вот в том числе такие штуки. И показывать, что семейный ресторан, он может вот с тобой ввязаться в авантюру. Это что-то новое, это классно. Я не понимаю претензий вообще. И это вкусовщина, да. Кому-то дико не нравится Златковская. Вот просто вообще он читать не может. А другие люди только из-за нее и заходят на сайт Кукуорк. То есть это у всех вкусы разные, и мы не можем... То есть да, когда мы планируем темы, мы представляем себе живого человека, читателя. Вот что его затронет? Вот лично ты, пропуская вот этот текст, вот эту идею через себя, у тебя что-то резонирует внутри? Ты будешь этим заниматься? То есть это в любом случае не мертворожденные какие-то высосанные из пальца вещи. Это что-то, что трогает... Что трогает лично тебя в том числе. И вот в этом конкретном тексте кого-то он затронул. У Ани Перовой он вызвал резко негативную реакцию. Значит, у нас все получилось. Теперь второй вопрос. Был у вас такой классный тест, который мне понравился. Yes. Да, по-моему, с Оливарией делали тест, когда вам стоит остановиться. А вот он, кстати, не всем понравился, а тебе понравился. Ну, я просто оцениваю, наверное, не с точки зрения просто читателя, а с точки зрения того, выпустил ли бы это я. Ну, это был тест, который я посмотрела и подумала, блин, его должна была придумать я. Ну, как бы поэтому он мне очень нравится. Вопрос такой. Это, наверное, был в том числе единственный тест, который вы продали бренду алкоголя и из-за которой невозможно прикопаться по закону о рекламе. Не страшно ли выпускать тексты, из-за которых можно закрыться еще раз? Не буду приводить примеры, но они есть. У нас есть юрист, он просматривает спорные моменты. Это нормально совершенно. И в данном случае, ну, как может быть страшно? Ну, или глаза боятся, руки делают. Юрист читает. Все. Юрист хороший, лучший в Беларуси. У нас коллективный корректор. У нас внедрил наш программист волшебные кнопки. Control плюс Enter. Видишь ошибку, нажимаешь, и всех долбит, четырех человек, прямо чтобы вот просто точно не прошло незамеченным. Мне, я, Аня, Насте, Владу приходит письмо о том, что там-то или там-то опечатка. И кто-нибудь из нас лезет и исправляет. Я реже всего. Я чаще всего, поэтому у меня две просьбы. Когда вы помечаете, если вы помечаете и пользуетесь этой классной штукой, какой-то текст, вы просто не пишите, что тут, например, тут нужна буква А, потому что, знаете, как я вижу эту правку? Тут нужна буква А. И все, я не вижу больше ничего. И еще, если вы уже долезли до корректора и пишите там, что за херня тут написано, то мне кажется, это можно написать в комментариях и там вас хотя бы поддержат. Потому что так это получается глаз вопиющего в пустыне. И, ну, понимаете, я просто это вижу, пропускаю дальше. Моя жизнь, конечно, становится чуточку смешнее, но на этом все. Можно следующий вопрос? Класс, я здесь. Меня зовут Максим. Если мы начали говорить про смелость, хотел бы у вас спросить такой вопрос. Мы много говорим, последние несколько вопросов про Макдональдс, про ту рекламу, вероятно, за которую было стыдно или неудобно. Если мы говорим про смелость, какая реклама, на ваш взгляд, не должна была у вас выходить, потому что она не получилась в том виде, в котором, вероятно, вы ее представляли? Мне не понравился наш текст. Ну, тут, наверное, не стоило бы браться. И это, кстати, была такая прививка у нас, был текст про пантовые ванны. Тут, да, тут как бы мы согласились на этот материал, а потом просто как бы вот поняли, что вообще-то оленям рога режут. И вообще-то, наверное, это не очень хорошая история. Но мы довели этот проект до конца. Саша смело взялась, ну, приняла на себя этот удар и до сих пор принимает, да. И мылась в этих ваннах и написала колонку потом. Ну, то есть мы закрыли как бы контракт. И после этого мы просто себе сделали такую зарубку, что, наверное, вот такие вот вещи мы делать не должны. И советовать людям делать негуманные, ну, пользоваться негуманными препаратами, там вот этим вот всем, ну, мы не будем. Но это вот то, что я помню. Я еще помню парагенераторы, нет, вейп-жидкости, которые тоже, наверное, не стоило рекламировать. Но это же формирование, то есть это эти все примеры. Сейчас мы делаем меньше косяков, потому что проходит время, мы набираем все опыта. А эти оба примера, они с той еще прошлой жизни, когда мы только-только поняли, как это делать, что нужно держать в счетах маркетологов и находить людей, которым нужна эта нативная реклама. То есть, ну, точно так же давайте вспоминать про какие-то абсолютно глупые и нелепые статьи, которые вышли на Куку в 2013 году, когда мы только начинали. А там такой трэш. Я просто иногда вспоминаю и покрываюсь холодным потом. Что мы вообще городили? Вот. Понятно, что у каждого проекта будут свои косяки. Вот только у Вилладжа их нет, потому что это франшиза и там изначально более жесткие правила. А мы свои правила сами в Куку вырабатываем с нуля. И, конечно, случаются какие-то вещи. Но так, чтобы совсем посыпать голову пеплом, уходить из профессии и сильно-сильно стесняться, нет, наверное, такого нет. Если бы было, мы бы это сняли под шумок. Меня зовут Александра. Я здесь. City Dog Day. Максим немножко перехватил. Вопрос может быть похож, но я бы хотела уйти от рекламы и задать вопрос конкретно по контенту. Есть ли материалы, за которые вам стыдно? Или хотя бы один, который вы сможете вспомнить? Вы могли рассказать, почему вам за него стыдно и как бы вы его сейчас переписали, переделали? Но это именно не касается рекламных каких-то проектов, а именно текста. Смотрите, у нас буквально недавно был случай с колонкой Ани Златковской. Ане не надо посыпать. Это не только Анина. На самом-то деле головная боль. Это моя головная боль. Наверное, даже больше, чем Анина. Аня написала колонку на тему абортов. Колонка была на самом-то деле о том, что женщина несет ответственность за это. И в первую очередь она сама должна думать головой. Но у нее было две проблемы. Первая. Она была написана не для той аудитории, которая этот сайт считает. Она была рассчитана на аудиторию женщин, которые откровенно глупы. Вторая проблема этой колонки была в том, что посыл так и не поняли. Что мы сделали потом? Мы увидели весь фидбэк. Пришла Саша, сказала, боже, какой кошмар. Пришли все, сказали, боже, какой кошмар. И мы поняли, что да, надо что-то менять. В таком случае мы не удаляем тексты. Ну, я вообще против удаления этих текстов, потому что это как будто бы мы ничего не сделали, но все равно остается в кэше, все равно все остается где-то, и тебе это все равно вспомнят. И нужно как-то достойно выходить из этих моментов. И Аня просто сделала примечание авторам и добавили его в текст. Там как бы такое что-то совмещенное с извинением и объяснением за то, что вот мы написали такой-то материал. Мы от себя добавили, что мнение клумниста не всегда совпадает с точкой зрения редакции. Но это тоже, это не про то, что виновата Аня, а мы не виноваты. Нет. Это просто про то, что каждый человек имеет право на мнение, а мы журнал мнений. И вот они иногда бывают такими, что не нравятся почти никому. Вот такой текст был совсем недавно. Спасибо. Меня зовут Аня, я работаю в сети Докбай. Немного писала для Коку тоже. Привет. Настя, мне очень… Тот вопрос, который я задам, точнее, у меня будет три вопроса. Я бы все равно написала, наверное, тебе про них, но мне очень интересно узнать об этом. Расскажи, почему Саша выбрала тебя главным редактором, при каких обстоятельствах она тебе об этом сказала и как тебе вообще сейчас? Вот, все это. Слушай, можно первый вопрос я переадресую все-таки? Хорошо, давай, да. В какой-то момент, ну, просто вот ты идешь, у нас были там не очень хороши дела одно время, и вот этот ворох проблем, ты не знаешь, как их разруливать, и ты идешь по улице, и тебе вот такая вот искра, ну, в голову прилетает мысль, что так надо сделать рогатко главным редактором, а самой идти в антикризисный, заниматься проблемами, разруливать. Ну, и я пришла в офис, мы очень долго от Насти скрывали эту всю штуку, а потом как-то, сидя в кафе, вызвали ее в бар в субботу, она приехала через 30 минут, что удивительно, хотя живет она далеко, она чувствовала. Ну, и там она... Потому что, когда тебе начальники звонят в субботу и говорят, слушай, у нас есть к тебе разговор, можешь поскорее приехать, ты такой думаешь, ты вряд ли едешь туда с мыслью, что, наверное, тебе сейчас сделают главредом. Но когда ей сказали, то есть, Настя, ты сейчас будешь главным редактором, у нее в глаза, ну, у нее большие глаза, у Насти, большие, и в них было такое, то есть, ну, она подумала, что я куда-то сейчас, ну, то есть, что я куда-то денусь, и вот эта вот мысль, у нее был шок, и вот эти огромные глаза, которые нас смотрят, а куда ты, а как ты можешь? Вот это я точно помню ощущения. Ну, и, собственно, времени на подготовку у нее не было, у нас там просто вот с какой-то недели мы определились, что сейчас будет делать сайт, все будет делать она. Первое время я помогала, потом и даже и это перестала делать. Вот. У нас не так много времени осталось, поэтому давайте будем ограничиваться. Один человек, один вопрос. Таня, потом поговорим. Добрый вечер. Меня зовут Полина. Я учусь в институте журналистики БГУ на первом курсе. Набралось четыре вопроса, не знаю, какой задать. Наверное, все-таки первый, который мне пришел в голову. Какое образование вы считаете тем, которое сделало вас журналистом? И было ли это традиционное образование или какое-то другое? Кого вы считаете своим учителем? Своим учителем? Вот этого человека, который сидит рядом со мной. На самом деле абсолютно никакого образования. Журфак единственное, что мне дал, это то, что я один раз, Саша, пришла к нам на пару и сказала, мне нужны авторы, в принципе, если хотите, кто-нибудь мне пишите. Я подошла к Саше и говорю, Саша, я вам писала много раз на почту, и Саша сказала, ой, это, наверное, была другая почта. Вот, и... Я тоже, кстати, скоро, наверное, заведу липовую, чтобы избавиться от спама. Нет, и вот, и тогда в 2014 году я пришла. А вот как Саша сейчас сказала, ну, когда тебе... У меня все происходит не через то, что ты сидишь на парах, ты учишься, тебе там что-то рассказывают, как делать. Нет, у меня чаще всего так. Умеешь? Нет. Ну, давай, надо как-то вот сделать. И это нормально. Я считаю реально, что это нормально, когда тебе говорят, бери и делай. Ты на третий раз уже сам сделаешь, потому что тебе придется самому научиться, ну, и придумать, как ты это сделаешь, сам вот для себя выработать какую-то стратегию. Когда тебя учат, это, конечно, очень здорово, но это не журфак. И... Вот так вот, наверное. Никакое образование, короче. Только практика. Привет, Настя. Меня зовут тоже Настя. Я студентка журфака, ну, и по совместительству пытаюсь еще работать. Вот, и у меня такой назрел вопрос. Как вообще во время учебы на журфаке ты совмещала вот эту практику вместе с учебой? Потому что я думаю, что для студента журфака это сейчас очень больной вопрос. И как вот тебе работать главным редактором спустя всего лишь там полтора года, да, после того, как ты получила диплом? Ну, честно, очень интересно, учитывая, что сейчас на журфаке нас очень прессует, и работать, ну, честно, очень трудно. То есть когда доконат там отмечает буквально два раза в день. Спасибо. Ну, в общем, с четвертого курса я стала выглядеть на парах либо никак, потому что я на них не была, либо я сидела на задней парте, там, где дотягивала в аудиториях Wi-Fi, ставила тексты на ку-ку, потому что я работала, ну, до назначения года три уже, да, три года. Ну, я просто вычисляла, на какие пары можно вообще не ходить, на какие можно ходить и отсиживаться, на какие там надо что-то сдать и все-таки надо прийти. Ну, совмещала, не спала. Ну, понимаете, это кажется на самом деле каждый раз, когда приходит какая-то дополнительная нагрузка, что ты с ней не справишься. Просто чем больше, ну, ты набираешь себе дел, потом у тебя получается их как-то разграничивать и их как-то делать. Другой вопрос, чтобы ты хоть что-то другое успевал. И если, ну, начинаются уже проблемы с тем, что ты забываешь есть, ты забываешь спать, это уже плохо. А до этого, мне кажется, все можно на себя. Очень грустно, кстати говоря, я читала какие-то моменты про то, что сейчас происходит с журфаком. Тяжело. Мне кажется, любому человеку было трудно бы, и это не зависит вообще никак. Моя главная проблема, наверное, в том, что, ну, как бы у меня нет опыта менеджера, я в редакции-то работаю давно, а, ну, собрать людей, потому что иногда редакция выглядит, знаете, как вот если представить коробку с котятами, и они постоянно из нее вот так вот выпрыгивают, а ты такой пытаешься их назад посадить, и, ну, как бы, и один описается, другой там еще что-нибудь. Вот так на самом деле выглядят редакции. Я надеюсь, ни у кого там проблем не случилось. В общем, а в любом случае рядом есть более взрослые люди, которые, если ты сделал что-то паршиво, тебе придут и скажут, ну, как бы ты, в принципе, ты сделал что-то паршиво. Но у нас такая редакция демократичная, у нас как бы любой к тебе может подойти и сказать, не, ну, это какая-то полная хрень. Здравствуйте, меня зовут Дима, я работаю на работе, как и все мы. Вот. У меня такой вопрос, я подумал, что, ну, нам нужно быть с вами как-то в одинаковой ситуации, а вы сами порно смотрите? Да. Ну да. Сейчас могла бы быть шутка про то, что как люди приходят устраиваться на ку-ку, типа, вы смотрите порно, нет, вы нам не подходите. Но нет, такого нет. Добрый вечер, меня зовут Петя, я студент Бгуира. Вот вас все спрашивали про то, за какие материалы вам стыдно. Какими материалами вы гордитесь? Почти всеми. Классно. Всем здравствуйте, меня зовут Мария Круг. Я пока что начинающий журналист, будущее. У меня пока что БГУ, но хочу задать такой тяжелый вопрос. С какими трудностями вам удалось столкнуться в прошлом? Какие были самые тяжелые испытания и были ли вы на грани закрытия? Смотрите, в какой-то момент нам пришлось выходить на полную самоокупаемость и жить только за счет рекламы. Вот это был сложный период. В принципе, единственный такой. Ну и, конечно же, когда там года два с половиной назад или сколько уже нас блокировали, был момент, когда главред Саши тогда была в Москве. Мне кажется, Саша была хуже всех, потому что эту ситуацию она переживала просто как человек, который не может сделать ничего. То есть в Беларуси ни у кого уже сайт не открывается, у Саши еще почему-то открывается. Ну и она узнает, представляете, что вот твое детище как бы все рухнуло, его заблокировали. Вот это было ужасно, потому что мы… Нам надо было как-то собраться вместе и решить вообще, а мы дальше существуем, мы дальше что-то пытаемся делать или нет. Было такой где-то сутки непоняток. А так, ну вот, два момента. Мы не закроемся. Здрасте, я Влад, трибуна. Вот, расскажите, пожалуйста, как вы работаете… Я вас не вижу. Я вот тут вот. Расскажите, пожалуйста, как у вас строится работа в соцсетях, насколько это важно вашим вообще, то есть, ну, в АРЖЕС там странички везде я посмотрел. Ну, сколько вы трафика оттуда и как это вообще работает у вас. Спасибо. Ну, да, у нас есть соцсети и у нас идет из них трафик. Я отвечаю сейчас из разряда у нас есть какая-то тактика и мы ее придерживаемся. Но это такой вопрос. Раньше единственное, что я могу сказать, это было больше 50% трафика он приходил из соцсетей. Сейчас это мы смотрели, это где-то процентов 30, то есть его становится меньше, вернее, не его становится меньше, больше становится прямых переходов. У нас есть СММщик, который этим всем занимается и мы просто взяли и сделали вот на, бери и делай. Мы никак в это уже, слава богу, не вовлечены, потому что был момент, когда соцсети вели журналисты, каждый свою отдельную. Это было ужасно, потому что это дробит мозг, потому что, ну, и тебе нужно делать разнородную работу и ты не успеваешь делать хорошо ничего. Сейчас как бы есть СММщик, у которого там какие-то планы, которые пользуются какими-то этими. Его с нами сегодня нет, он, наверное, сидит, работает. Поэтому я вам так детально на этот вопрос ответить не могу. Здравствуйте, Настя, третий курс журфака. Меня зацепил слайд там, где вы показывали о том, как сайт видят читатели. И действительно возникает такой вопрос, откуда вы берете этих героев. У меня, как у журналиста практикующегося, взялся еще вопрос, как вы уговариваете героев рассказать это все и даете ли вы какие-то гарантии анонимности? Да, мы им угрожаем, говорит Оля. Нет, на самом деле, это, кстати, отдельная тема, про которую мы даже сегодня разговаривали в редакции. То, что очень многое приходится делать на условиях анонимности. Причем, как бы странно ни звучало, чаще всего эта анонимность идет, например, не в рубрику, я не знаю, да, это не порно-актриса, это не рубрика секс, там, где люди рассказывают про какие-то свои нестандартные, ну, предпочтения, да, а в рубрику бизнес. Самая большая проблема именно с этой рубрикой, потому что, когда ты хочешь сделать интервью с каким-то человеком, поговорить с ним о том, как на самом деле все работает, а не у нас все хорошо, ну, у нас здорово и замечательно, человек, ну, либо не соглашается вообще, либо соглашается только на условиях анонимности разговаривать. Поэтому, а поиск героев, ну, это такая история, это сложно, это классно, это, ну, здорово, когда везет на героя, когда есть какие-то знакомые у тебя. И у нас есть реально люди, которые обрастают какими-то своими, вот, ну, у них, наверное, аура такая, я не знаю, у нас есть автор Алена Шпак, которая делает интервью совершенно какими-то такими персонажами, то есть она сделала интервью про страх смерти, который сейчас в топе, с онкопсихиатром, вот, онкопсихологом, я даже не знаю, где можно было вообще такого человека взять. То есть у меня, например, знакомых таких людей нет. Она находит людей, которые отсидели, она находит людей, которые, Доула, по-моему, Доула — это вот человек, который помогает вести беременность женщинам. То есть ты поражаешься на самом-то деле, но есть такие люди, они приносят тебе героев. Это, наверное, люди, которым вот как-то вот на судьбе написано быть журналистом, потому что, ну, такое умение надо как-то воплощать в работу. Привет. Меня зовут Илья, тоже студент журфака. Был слайдик про армию внештатных сотрудников. Мне вот интересно, какой процент от контента они производят и как, в принципе, вы с ними взаимодействуете. То есть это на уровне человек родил тему, родил текст, прислал или как-то более щепетильно вы с ними сотрудничаете? По-разному. Люди внештатниками становятся иногда просто потому, что они пишут, начинают писать на почту, что типа, боже, какой кошмар вы написали, я знаю лучшее, я вам расскажу, как надо правильно писать текст и так далее. Есть люди, которые первый раз приходят со своей какой-то болью или наоборот воодушевлением, пишут один текст и исчезают. А есть люди, которые просто хотят писать на сайт и у них вот так, им прикольно иногда, наверное, сублимировать отчасти. Они могут там придумывать себе псевдонимы, потому что у них есть даже какие-то работы, на которых они не хотят светиться, ну, что это они. Или просто вот давайте я буду писать, но я не могу прийти к вам в штат. Какой процент этих текстов, я вам не скажу, но их не так уж и мало. Они определенно есть. И в штатах тут есть разные люди. Есть вот эти вот люди-одиночки, ну, не одиночки, когда они точечно появляются один раз, этот человек напишет текст, потому что у него это была больная какая-то тема. Он не разбирается лучше всех, и он это вот выдал. А больше, в принципе, ну, это не журналист, он не сможет написать, ну, что-нибудь интересное по другой теме. А бывают люди, которые пишут, выбирают себе какую-то нишу и просто валят тексты вот так вот. А так как это не воспроизводится на сайте каждый день, ну, как бы вы даже не замечаете, что это вот один и тот же человек. Здравствуйте. Меня зовут Юля. У меня такой вопрос. Вот уже пошла речь про трафик. Вы сказали, что 30% из социальных сетей. Расскажите, пожалуйста, сколько его в целом и откуда вы его берете, эти самые трафики, закупаете, может быть, как вот вы с этим работаете или просто как он идет органически, так и идет. Слава богу. Мы не закупаем трафик. На самом деле, наверное, побольше, чем 30%. У нас 30, да? А зачитай там данные. Нет, там на самом деле реально 30 или 32% я буквально сегодня смотрела. У меня вот есть, кстати, я не зачитала в презентации, потому что я ленивая, видимо. Смотрите, я вам могу рассказать про нашу аудиторию. Вот у нас в августе, например, был рекорд. Мы очень радовались. Из-за этого пили про сек, что у нас было почти 53 тысячи уников в месяц. Это для нас, ну, мы молодцы. Реальных, да. Вот могу вам рассказать, пол мужской, женский. У нас считает больше мужчин 57%. Возраст, вы к нам приходите, у нас в основном 25-34 – это 37%, 35-44, 35%. Дальше на убыль примерно одинаково. И, ну, что нам приятно, я, правда, не знаю, как появляется эта статистика, что 27%… Нет, ладно, давайте с большого. 37% аудитории – это специалисты и главные специалисты. 27% – это менеджеры среднего звена. И 8% – это топ-менеджеры и владельцы бизнесов. Нам очень импонирует эта цифра. Ну, и вот, например, мы знаем, что у нас считает 0,2% милиционеров и 0% домохозяек. В это вот я как-то уже не очень верю, но окей. И почти 5% пенсионеров. Нам не надо закупать трафик. Видите, нас считают все, кроме милиции. Все хорошо. Ну, вы делаете все специально для того, чтобы увеличивать трафик? Как вы с этим работаете? Мы пишем статьи и иногда промим их в Фейсбуке. Вот, Фейсбук – это единственное место, где мы можем поставить там какие-то минимальные деньги, чтобы увеличить охват публикаций. Все. Добрый вечер. Меня зовут Виктория. Портал Traveling by. Я, во-первых, хотела бы сказать огромное спасибо Анне Златковской за то, что это тот человек, благодаря которому я читаю портал. Вы говорили, что у вас есть читатели, которые не любят Анну Златковскую. Вот я тот читатель, который любит Анну Златковскую. Но вопрос у меня, как ни странно, к вам, Саша. И как раз к той рекламной статье про пантовые ванны. Вот у меня лично, вот какой-то мой интерес, вот реально помогло, если это, конечно, не коммерческая тайна. Я понимала, что это текст рекламный, абсолютно. Ну вот какой-то такой просто абсолютно обывательский интерес. Вот реально почувствовали себя, не знаю, моложе, бодрее, либо это все реклама, и сказки в этом мире нет, и все плохо. Спасибо. Слушайте, ну это же такие вещи. Сегодня тебе помогает то, что ты там бегаешь в течение недели каждый день. Завтра тебе помогает то, что ты уехала там на море. Послезавтра ты себя разгонишь, и тебе поможет... Что может еще помочь? Ну каждый раз... То есть организм — это достаточно гибкая штуковина. И да, и как ты его настроишь. Вообще это... Я очень много тогда начала слушать подкасты в этих ваннах, потому что они забивали. Вот эти 20 минут нужно было чем-то забить. Мне помню, что понравилось. То есть, ну, маска... Вот есть же еще штуки такие, как маски для лица. Это помогает или не помогает? То есть помогает на самом деле круговая подтяжка, если по чесноку. Но мы же все равно идем и покупаем себе эти маски. И нам кажется, что мы выглядим лучше и свежее. Ну как-то... Главное, что это не вредно. Вот пить вредно и курить. А здесь, ну, ради бога, можно пользоваться. Добрый день. Меня зовут Олеся, я редактор. И у меня, собственно, два вопроса. Вам на выбор. Про правду или про вибраторы? Про правду? Про правду или вибратор? В смысле, нужно, чтобы... Чтобы я выбрала правду, а рогаткой вибратор? Ну, я могу задать и два вопроса. Вы все задавайте, потому что это такой код в мешке. Ну, немножечко непонятно, что вы имеете в виду вообще. Первый вопрос про правду. Я, допустим, кукуорк в некоторых местах воспринимаю как художественное произведение. То есть это может быть неправдой, но читать интересно. Можете ли вы, положа руку на сердце, сказать, что все, что вы пишете, правда? А какие сайты встречные... Вопросы на вопрос. А какие сайты вы читаете и понимаете, что ну вот просто кровь из нас, вот так все и есть? Вот Тутбай вы читаете. Вы полностью верите ему? Я говорю именно про куку сейчас. С Тутбаем это я отдельно уже разберусь. Смотрите. Насчет правда-неправда. Мы не врем. И второй пункт. Как неправдой может быть человеческое мнение? Тут история... Немножко другое имею в виду. Допустим, я когда читаю комменты, там очень часто, что вот вы опять придумали, там я про это. Человеческое мнение бывает разное. Это я понимаю. Именно вот, грубо говоря, набросы, там еще что-нибудь. Реальные ли персонажи? Вот это вот все вы имеете в виду? Да, они реальные персонажи. Иногда, может быть, даже нам не хотелось бы, чтобы такое что-то было или чтобы эти люди были счастливее, которые рассказывают что-то анонимно. Но это реальные люди. Хорошо, второй вопрос задавать? Ну, это из-за Макдональдса все на самом деле. Очень мучает вопрос. Если бы к вам пришел секс-шоп и сказал... Мы ждем! Да? Отлично! Мы на самом деле, у нас просто готов список тем для секс-шопа. Вот хочешь так, а хочешь так, только приди, вот кому нужно. Мы все уже придумали, честно. Уже готова к работе, там просто подписываем договор, сразу делаем. Очень много... Мы рубрику, вон, пусть забрандирует хоть кто-нибудь. Да мы пишем. Они более стеснительные, чем все здесь вместе взятые. Можно мне вопрос? Аня Златковская тоже спасибо большое за ваши тексты. Очень вас люблю. Они в затылок прилетели. Я хочу задать вопрос автору статьи, которая писала про патологоанатома. Эта девушка написала в Твиттере на вашу ссылку на статью, что, о боже, что Кукуорк написали про меня, как вообще мои слова переделали. И совсем недавно, вчера, она удалила полностью свой Твиттер-аккаунт, поудаляла все записи, хотя там был очень классный аккаунт. Ну, короче, что это вообще случилось, что произошло? Я от себя только добавлю, что она не удаляла, она их скрыла. А дальше расскажет Маша. Да, меня зовут Мария Войтович. Я писала этот текст. Я хочу сказать, что я пишу не так много, как некоторые другие журналисты, но я очень сильно переживаю каждого героя. Очень пресильно, особенно, когда я влюбляюсь в героя. Эта девушка, в которую влюбилась вся наша редакция. Она потрясающая. Она настолько цельная, настолько классная личность. Мы не упоминали ни ее имени, ни в какой стране. Нам было непросто ее найти. Она живет в какой-то невероятной стране, и мы про нее не рассказывали, потому что девушка не хотела. Девушка была очень откровенна. Мы друг другу очень понравились. Когда беседовали, мы даже рассматривали те вопросы, что девчонка очень эрудированная. Я ее сидела, слушала и думала, блин, нам бы таких авторов. Я пришла и на планерке это все рассказала. Девушка так сделала. У меня есть мысль, что, возможно, будучи очень этичным, может быть, человеком, у нее твиттер один, а она на самом деле очень такая цельная, ровно очень хорошо воспитанная девушка. Может, ее смутил заголовок, может быть, еще что-то. Но на самом деле каждое слово, которое написано в этой статье, оно 10 раз проверено, оно правда. Может быть, ее что-то смутило. Я не знаю, что происходит. Я даже ей позвонила и сказала, что что не так. Давай как-то решим. Она говорит, вы можете снять этот текст? Я говорю, конечно, нет. Мы поговорили, каждый вопрос, очень долго я его не задавала. Кто-то шутил, что наша статья вышла после того, как на Пикабу или где-то, тоже вышел какой-то материал про эту девушку. На самом деле они просто взяли ее эти твиты и репостнули. Мы ее знали пораньше, то есть я очень долго проверяла этот текст. Почему? Я не знаю. Я даже пыталась мирно решить этот вопрос. Я ей звонила, она обиделась, она забанила меня там везде, где мы были знакомы. Мне очень жаль. Девчонка потрясающая. Будет возможность с ней познакомиться, познакомиться. Я могу от себя добавить, как редактор, человек, который с этим сталкивается, чаще авторов, который разгребает вот такие вот обычно истории. Люди очень тонкая материя, и чаще всего это, знаете, как в зеркало. Мы на селфи себе кажемся одними, а когда нас, не дай бог, кто-то на видео снимет, то в реальной жизни мы совсем другие, мы себя видим не такими. У людей очень часто случается, у людей не публичных, не медийных, случается вот это вот несоответствие желаемого с действительным. И вот это был самый, наверное, удивительный случай, потому что там комментарии писали, понимаете, ее обожают люди. Она всем очень нравится. Она нравится даже редакции, понимаете. Она жить даже, это редко бывает. Она жить хочет, будучи под алагоанатомом, больше, чем мы все вообще с вами вместе взяты. У нее столько интересов. И вообще я не понимала, честно. Я просила Машу добиться от нее ответа, что мы можем исправить в этом тексте, чтобы ей было проще жить. Ее правки, которые она сказала, мы внесли. Но жаль, что если это нанесло ей какой-то вред, хотя в плане рассекречивания, ну едва ли. У нас осталось время только для трех вопросов, поэтому… Добрый вечер, меня зовут Илья. Я злостный писатель комментариев в том числе. А какой у вас ник? Какой у вас ник? Так я и сказал. Значит, в первую очередь я хочу сказать, что вы немного все-таки лукавите насчет вот этой истории с Холли Молли, по-моему, у нее никнейм в Твиттере. Я его читал с самого начала, когда Антон его публиковал. И скажем так, я с автором Твиттера согласен больше, чем с вами, потому что ваши акценты отличаются от ее акцентов в первую очередь. Во второй момент я все-таки хотел бы спросить. Это те вопросы, которые не были озвучены почему-то здесь, и вы на них сами не ответили. Может быть, я что-то пропустил. Все-таки кто такая, по-моему, Настя Михно, да, у вас автор? Совместили. У нас есть Настя Рогатко и Ира Михно. Ира, вот. Как она пишет столько текстов? Мы поняли, кто вы. Просто я бы сказал, что это близко к невозможному. А второй момент это все-таки вы испытываете у нас нейросети, ну, согласно того, что пишут в статьях про проект Экспонента. Нет, мы не испытываем. Еще не испытываем. Насчет Иры Михно, кстати говоря, мне очень хочется сказать, что всем кажется, что Ира работает как пулемет, но мне кажется, Ирина, скорость — это нормальное качество и нормальное свойство для журналиста. И Ира пишет 3-4 материала в неделю. Это немного. Это всем кажется, что это невозможно, но на самом деле возможно и возможно больше. Ира просто молодец. Она умеет делать быстро. Можно больше. Ты можешь больше. Давай семь. Насчет девушки-патологоанатома мы можем с вами дальше потом продолжить беседу. Я реально… Ну, нет, я не лукавлю вообще ни единым словом. Маша тоже. Добрый вечер. Очень хорошо, что как-то затрагиваете интересные темы и достаточно жесткие, может быть, можете критиковать. А готовы ли вы освещать, допустим, такие темы, как, ну, не знаю, там какие-нибудь заболевания ВИЧ-спид, которые, в общем-то, ложатся в тематику секса. И людям было бы интересно узнать какую-то статистику, да, потому там растет ли там после введения этих ВИЗ, точнее после отмены ВИЗ какая-то заболеваемость или там что происходит в этой теме в течение последних 10 лет, как дела там в Эстонии с этим делом. Ну, вот как бы… Слушайте, ну вы сейчас тему хорошую подали, а вообще пару недель назад у нас мальчик написал отличный материал про вообще то, как у нас дело обстоит с препаратами от ВИЧ. И, ну, вот он есть, мы пишем на такие темы. И вот наш последний вопрос. После него я прошу вас не торопиться расходиться, потому что пресс-клуб хочет задать вопрос вам. Здравствуйте, меня зовут Диана. Работаю в издании ведомственной организации. Вот один правбай, есть такой портал, не суть. Хотела задать вопрос, собственно, как вы считаете, если не отправлять текст на согласование? Он будет лучше и интереснее читателю? И второй вопрос, вот отголосок предыдущего про девушку-патолгоанатома. Собственно, как часто вы согласовываете материалы, если это не рекламный текст? Спасибо. Мы почти всегда согласовываем материалы. Ну, рекламные тексты вообще понятны, да? Но мы не согласовываем материалы, если человек как-то… Ну, вот история, прекрасная история. Если человек, во-первых, не просит, или вот у Саши есть прекрасная история, как Андрей Орлов тебе давал интервью. Да, лучшие тексты получаются без согласования. То есть когда у вас уровень доверия, степень доверия с журналистом такая, что ну просто вот вы посидели, и ты знаешь, что он сделает классно. Не нужно лезть, ну вот не нужно лезть, не нужно уродовать там этими правками. И это лучшие тексты, долгоиграющие, набирающие много просмотров. У нас какой-то был вариант для примера с рекламным текстом, который внесли… Вот Яна знает. Текст рекламный, который был яркий, который не резали, живость не убирали, и он там набрал как… Ну, окей, да. Согласование убивает живую структуру, фактуру текстов. Да, в моем случае был Андрей Орлов, который просто в течение трех часов пил и рассказывал истории. И Халезин, по-моему, тоже не просил на согласование, но это было дико сложно, потому что нужно было… Вот все-все имена собственные, все нужно было проверить, там куча англоязычных актеров, которых я не знаю. Это нужно было гуглить, гуглить, для того, чтобы не облажаться, когда текст выходит, а у тебя там факт-чекинг сырой. Вот, то есть, ну, конечно, журналист, когда высылает на согласование, он в том числе ждет, что этот герой исправит его же косяки. То есть где-то не досмотрел, не догуглил. Ну, так я же вышлю, он же сам там допишет, какие-то варианты поправит. Это тоже… Ну, это ускоряет работу, но, наверное, если мы говорим о каких-то идеалах журналистики, то факт-чекинг и самостоятельная работа, это круто. Ну, когда это происходит, когда тебе доверяют настолько, что текст идет в печать после того, как ты снял это интервью. Еще есть история про то, что человек тебе расскажет все, а потом получает текст и понимает, что он говорил как-то слишком смело, потому что он с тобой уже почти подружился, вы почти полюбили друг друга, но он вовремя вот опомнился и понял, что не-не-не-не, как-то я слишком живо говорю. Это самый большой страх у интервьюируемых на ку-ку. И потом, да, и потом ты получаешь текст назад, и ты понимаешь, что он наполняется канцеляризмами, он наполняется вот этим литературным стилем, и ты начинаешь спорить с человеком, ты начинаешь его убеждать, что так же было лучше, так же было живее. Нам это очень важно. Пожалуйста, оставьте. Естественно, мы не можем пойти ему в разрез и сказать, нет, знаешь, дорогой, я поставлю это так. Нет, такого не бывает. Но это часто приходится с болью, с кровью, со временем реально отвоевывать фактически и объяснять людям, что мы не будем писать вот таким вот языком, которым вы не разговариваете на самом деле. Есть еще история, ну, бывают, когда люди правят не свою речь даже, а в принципе то, что они говорили. И текст тоже становится гораздо хуже. Люди из него вырезают свои интересные примеры. Ну, вот понимаете, это, например, как из начала нашего выступления вырезать Сашин вопрос парборно. Вы все посмеялись, в принципе, это было весело, вы это запомнили, да, а мы это берем, вырезаем, как будто бы этого не было. Но это же неправда, реальность она не такая. И поэтому тоже вот эти вот моменты нужно просить людей оставлять, то есть не нужно с ними соглашаться, им нужно просто их воспитывать к тому, чтобы они привыкали говорить, разговаривать. Спасибо вам огромное. Я обещаю, что мы наш видеоотчет начнем с вопроса о порно. Это обязательно. Спасибо огромное Саше и Насте. Давайте им похлопаем. И все редакции Ку-Ку. Спасибо.